Судьбы Азербайджана и Грузии тесно переплетены и во многом схожи. Партнёрство между странами помогло обрести благополучную жизнь независимых и процветающих государств. Азербайджан и Грузию исторически связывают прочные узы. Как в прошлом, так и в современности народы двух стран не раз протягивали друг другу руку помощи и демонстрировали примеры настоящей дружбы. На протяжении десятилетий Грузия и Азербайджан смогли реализовать совместные экономические, культурные и социальные проекты. У нас нет жалоб Грузии по отношению к азербайджанцам. В этой стране открываются школы, детские сады. Скоро будут парламентские выборы в Грузии. Для нас важно знать, какая партия хочет сосуществовать с азербайджанцами. Мы хотим быть уверены, что во время предвыборных кампаний учитываются ценности азербайджанского народа в Грузии и никогда не забывались. Азербайджанцы в Грузии хотят жить и исповедовать свою религию. Без дискриминации и критики. Нам не нужно всегда слушать мнения Европы. Сейчас во многих регионах Грузии проживают более 400 тысяч азербайджанцев. В стране действует 116 средних общеобразовательных школ, где обучение ведётся на азербайджанском языке. В этой стране не ущемляют права народов и в настоящее время там публикуются газеты и вещаются программы на азербайджанском языке. Следует также отметить, что в городах Грузии существует более 100 мечетей, проживающие здесь, являющиеся её полноправными гражданами азербайджанцы, демонстрируют активность в жизни этой страны. Грузия – наша родина, и мы граждане этой страны. Мы всегда радуемся в счастливые дни и горюем в плохое время, если оно наступает в Грузии. Грузины и азербайджанцы являются мостом, который проходит по всей Грузии. Азербайджанские и грузинские писатели всегда дружили друг с другом и развивали общую культуру. Выборы в парламент страны будут очень интересными. Я считаю, что 400 тысяч азербайджанцев должны стоять рядом с государством Грузии во время выборов. Не нужно ломать эту страну из-за маленьких ошибок. Мы всегда будем друзьями с грузинами. Успешно интегрирующиеся в грузинское общество азербайджанцы в трудные дни продемонстрировали поддержку Азербайджану, который считают своей духовной родиной. Во время Второй Каравахской войны тысячи соотечественников, обратившись в посольство Азербайджана в Грузии, изъявили желание оказать помощь и сделать свой вклад в общее дело борьбы за территориальную целостность. В различных регионах Грузии проходили акции поддержки Азербайджана. С первым известием о победе в областях, где проживают азербайджанцы, прошли массовые празднества с участием тысяч людей. И, к сожалению, 21 азербайджанец родом из Грузии пал смертью героя за победу в 44-дневной войны. 26 октября в Грузии пройдут важные парламентские выборы. Для Грузии и всего региона это имеет важное значение. Сегодня в Грузии действуют радикальные прозападные партии, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране во время выборов. Мирная Грузия укрепила свою экономику, смогла стать лидером во многих экономических показателях. Выборы в Грузии можно назвать борьбой между войной и миром. Азербайджанцы и грузины хорошо знают, что нужно Грузии и Азербайджану, чтобы стать ещё сильнее и успешнее. Мы будем продолжать партнёрство для достижения всех целей. За депутатский мандат на парламентских выборах в Грузии 26 октября будут бороться 13 азербайджанцев. Многие отмечают, что демократические процессы в стране протекают благополучно. Благодаря правящей партии «Грузинская мечта», которая продвигает идеи толерантности, взаимопонимания и уважения к каждому народу. Однако силы, пытающиеся оболгать действующую власть страны, глубоко ошибаются, когда говорят об отсутствии свободы и правах человека в Грузии. Напротив, независимая политика этого государства привела к тому, что отношения грузин и других народов, в том числе азербайджанцев, всегда были и будут на самом высоком уровне. Эльин Абдулаев, CBC